Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот мы на своем хозяйстве, вот мои курочки, как видите, ждут, думают, что это им сейчас. Нет, я расскажу о сегодняшнем кормлении кур. Сейчас у нас январь месяц, погода у нас в этом году туда-сюда. Так, что я сейчас вожу? Потому что были вопросы, что вы изменили, и что вы вообще меняете. Ну, во-первых, еще у меня кормовая свекла. Видите, уже начала прорастать, потому что в этом году подвалы у нас плавают, и мы вместе с ними. Я ее, как всегда, тру. Я ее не мою, ничего, свекла такая вот средненькая, просто удобно на терке. Просто берем, трем, как бы не свалилось все. Где-то я тру на своих 45 курочек. Давайте буду я исходить с того. Видите, получается вот такая вот. Они очень любят это, как червячки. А вот я растила, тру эту свеклу. Сейчас она идет у меня через день, потому что все-таки период зимний все-таки продолжительный, витамина все-таки не хватает. Вот это у меня незаменимая вещь. В этом году вот уже начинаю, еще не привезли семена в развес, но начинаю готовиться. Обязательно буду сажать. Кормовая свекла бывает разных цветов. Многие спрашиваю, вот смотрите, это желтое, это белое, и там есть красная еще свекла. Красная и розовая. Другой больше я не видела. Вот. Натираем эту свеклу. Вот, смотрите, я натерла. Видите, вот тут красная. Тоже, видите, у нее оболочка красного цвета. Вот я тру на этой своей замечательной терке себе и им. Вот, на своих 45 кур я почисть, потерла три таких средненьких свеколки. Какую достали. Вот. Обязательно. Что еще уходит? Моя зерна смесь. У меня здесь перемол. Видите, какой? Ячмень, пшеница, овес, горох, кукуруза. Горох норма сейчас увеличен, потому что птица готовится к инвестиционному периоду. Спросите, спрашивают, сколько вы гороха даете. Приблизительно кулак птицы на день. Можете через день, если побаиваетесь. Но я ввожу в зерна смесь, как вы видите. Тут многие спрашивают, мои куры не кушают горох. Здесь, вот в этой зерна смеси, горох выбрать нереально. Даже я не могу выбрать, конечно, горошины. Поэтому, когда все это перемешивается, они без вариантов. Вот это все высыпаем. Пятилитровое ведро на 45 кур. Вот, видите, здесь овса, вот прямо вот эти, ихняя оболочка. Не переживайте, ничего страшного, они все это склюют. Это полезно им очень. Так, еще добавляю отрубя. Многие говорят, что они особо бесполезны. Видите, что такое отруби? Это оболочка зерна пшеницы. Именно у нас пшеничные, других у нас нет. Я даю отруби обязательно, высыпаю тоже. Здесь это 2,5 литра. Вот, и еще у меня идет вот такой стакан. Это известняковая крупка. Она у нас продается сейчас по 10 килограмм. Смотрите, какая она хорошая фракция, видите? Горами пахнет. Горами, горами. Вот, видите, какая. Вот это все рассыпается. Просто я на свое количество кур уже знаю, что мне надо сделать тазик вот так. Все. Я уже сюда ни картошку не добавляю, ничего. Были вопросы, как рассчитать. Ладно, сначала давайте начнем дальше с королиня. Обязательно сейчас добавляю ракушечник. Вот видите, у нас какая. Тоже в мешках по 10 килограмм. Ракушка очень хорошая. Мелкая она все. Потому что если сыпите отдельно в емкость, а не крупную выберут, мелкая останется. А так, чтобы, как говорится, схитрить мне, я все это ввожу тоже вот сюда. Вот полстакана это. Поллитровый стакан. Знаете, где продается. Так, еще важный элемент, который вообще присутствует и который очень нужно, если вы можете достать, это инструдированная соя. У кого-то есть соевый шрот. У меня инструдированная соя. Видите? Я ее даю 3 раза в неделю. Вот такой стаканчик тоже пол-литровый из-под рассады остается у меня мерный. Вот. Я что делаю? Я ее вот залила водой. Она набухает очень быстро. Просто горячей водой здесь вот такой стаканчик. Залила, она постояла у меня чуть-чуть. Сейчас вода впитается, она разбухнет и сюда. И все. Так, про ракушку не забываем. Особенно, когда даем кукурузу и горох. Ракушка это зубы птицы. У ней нет зубов переваривать. Ей обязательно нужен ракушечник, мелкий камень, песок. Потому что не забывайте об этом. Нарушается пищеварение. И то, что вы даете, не усваивается. Проходит все транзитом. Если не соблюдать вот этих правил. Они же птицы. Почему они копаются? Они все время что-то ищут. Теперь. Были вопросы. Как вот это рассчитать? По граммам, да. Сейчас зима. Можно 150-160 грамм. Но я уже, как говорится, на глаз. Все, я не взвешиваю. Надо, чтобы в течение 10 минут ваша птица съела, что вы ей дали. Потому что, если у ней, например, вы пришли через час, и у ней полные кормушки, вы дали слишком много. Значит, постепенно, постепенно убавляете. Вот они сейчас съели утром. И буду это вечером тоже покормлю. Вечером уже пойдет полноценное зерно. С раз чуть-чуть приправленное растительным маслом. Потому что наступают холода. И масло тоже очень богато витаминами. Растительное какое у вас есть. Вот это, как говорится, мое кормление. Пока перемешивать не буду. Потому что свекла, когда на воздухе начинает окисляться, и приходится черный цвет. Но мне не нравится. Вот я засыпала. Это уже готово. Как говорится, здесь только можно залить воды чуть-чуть. Сделать мешаночку. Выставить сюда сою. И все. Здесь все, что можно. Все полезные вещества. Все полезные витамины для нашей птицы. Кормлю я сейчас на улице. Потому что погода прекрасная. Как видите, мои девчонки бегают. Петухов закрыли в сарай, кто будет спрашивать. Они очень-очень у меня крикливые. Но по оплоду яйца, так вот по проверке, хочу сказать, мужики работают на всю. А когда заложу инкубацию и получу цыплят, уже 100% скажу. Но яйцо идет, конечно, с оплодом. Так что будут вопросы, задавайте по питанию. Ничего, как говорится, сверхъестественного нет. Ну и вот обязательно, конечно, у меня еще есть тыква. Она лежит у меня в доме. Вот. Обязательно я вешаю 2-3 раза в неделю. Уже осталось совсем немного. Буду чуть-чуть останавливаться на февраль, чтобы, как говорится, буду яйцо собирать на инкубацию себе. Здесь очень много полезных веществ. Там есть у меня ролик по тыкве. Вот. Я даю ее прямо так. Подвешиваю. За ночь остается один этот хвостик. И когда убираете тыкву, вот этот хвостик никогда не убирайте. Потому что если вот здесь уже образовалась, уже будет рано, тыква начнет гнить, если ее не обработать. И все. Вот эти хвостики остаются. И тыква, как вы видите, январь месяц. Видите, как хороший арбуз. Очень вкусная, между прочим. Едем сырую. Вот. А курочкам это полезно. Семечки идут от глистов. И здесь все витамины. Полностью все, все собранные витамины. И кальций, и фосфор, и калий. И обязательно есть возможность, выращивайте. Мы приспособились. Вот кормовая свекла и тыква у меня идет для птицы в приоритете. Обязательно. Потому что, во-первых, это не то, что экономия формы. А вот повесил. Я знаю, что они сами все возьмут, что нужно оттуда. Будут вопросы, задавайте. Спасибо. Спасибо.